Глава Мариэл Александр Евстифеев потребовал в кратчайшие сроки устранить недостатки при возведении моста через Малую Кокшагу на участке строительства Магистральной улицы в створе Кирова и Строителей. Руководитель региона высказал ряд замечаний в ходе рабочей поездки на объект, который сооружается в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». С подробностями мои коллеги. В столице республики в ходе строительства Магистральной дороги в створе улицы Кирова и улицы Строителей возводят мост через реку Малая Кокшага и путепровод через железнодорожные пути Ветки и Шкарла-Казань. Сейчас подрядчик занимается устройством дороги и мостовой переправы. В целом проект строительства поделён на два этапа. В рамках первого устроят участок протяжённостью полтора километра. Он предусматривает укладку дорожного полотна, возведение моста, устройство ливнёвки и локальных очистных сооружений, переустройство инженерных сетей. Вот в эксплуатацию отрезка запланирован на ноябрь 2021 года. Если с укладкой дорожного полотна проблем нет, то вот возведение моста идёт с задержкой по срокам. Кассовое освоение за пять месяцев какое у вас? Кассовое освоение за пять месяцев я в данный момент не подготовлен? Я подготовлен. 10% вы освоили, 50 миллионов из 540, 54. Я подготовлен, что за пять месяцев вы должны были выполнить ещё 200 миллионов. То есть вы отстаёте без малого на 50 дней график отставки у вас. Я сегодня обратился в контрольно-надзорные органы, чтобы с вами начали работать в соответствии с федеральным законодательством. Плохо работают здесь. В том году я с вами нянчился, приезжал сюда четырежды. И в этом году вы начинаете ровно с этим. Итак, отставание у вас на сегодняшний день 50 дней. Выполненных кассовое освоение 10%. Заказ металла, то, что вы мне рассказываете, это не соответствует действительности. Это ложь. Всё вместе взятое вынуждает меня обратиться за работу с вами со стороны контрольно-надзорных органов. Суть проблемы в следующем. В настоящий момент рабочие произвели монтаж трёх пролётов мостового перехода. Идёт подготовка к приёмке четвёртого. Всего таких пролётов должно быть 11. И вот как раз с поставкой металла для изготовления последующих пролётов и возникла проблема. В следующий раз я у вас появлюсь до 10 июня. Я вам настоятельно рекомендую начать выполнять график производства работы. Вам всё понятно? Да? Выполняйте. Ещё один немаловажный момент – подписание договоров с собственниками гаражей, которые расположены на месте будущей автомагистрали. Здесь также ещё ведутся работы. Сколько оплачено собственникам гаражей для сноса? 77. 92. Нет, 92. 92? Оплачено, да. Да. 136 соглашений подписано. Хорошо. Расскажите график. Можно я спросил, что сейчас находится в министерстве ещё на 77 гаражей документы, они будут оплачены в понедельник, наверное, потому что в течение дня делается. Так, значит, это у нас будет 77 и 92, это будет 169. 169 и 170. И останется 60. То есть где-то три четверти будет оплачено. Думаю, да. Не думаю, вот так это будет. Не думаю, вот так это надо говорить, уверен, потому что самая основная проблема – это своевременный снос, потому что тут другого варианта быть не может, это просто остановит стройку. А стройка не должна останавливаться ни при каких обстоятельствах. Строки определены и нарушать их неприемлемо. Этот объект находится под особым контролем со стороны правительства республики. Редактор субтитров А.Семкин